Отважные рыцари и прекрасные дамы. На конном дворе собрались истинные ценители старины. Об этом, несомненно, говорит внешний вид практически всех участников. Это костюм немецкого наемника Ланскнехта 14-15 веков. Сшит из шерсти, стопроцентная шерсть и льняная рубаха. Такой достаточно дутый. Это все соответствует той эпохе. И поскольку это были германские наемники, то практически были такие костюмы, среди них были распространены по всей Европе. Клубы реконструкции занимаются не только воссозданием одежды, доспехов и оружия. Здесь на празднике они провели мастер-класс по средневековым танцам, а также продемонстрировали состязания лучников и конные бои, которые произвели большое впечатление на зрителей. Лошади местные, на них занимаются местные ребята. Относительно все лошади, они уже привыкшие к ребятам в железе, к пролетающим мимо снарядам. Но все равно немножко пугаются. Лошади это достаточно такие взвалношные существа. Для того, чтобы вступить в ряды реконструкторов, особых умений не нужно. Главное быть заинтересованным. Однако принимают в такие клубы в основном подростков от 14-15 лет. Как говорят старшие наставники, юных воссоздателей ждет достаточно увлекательный путь. Каждый год у нас несколько походов. И молодежь выводим в походы тоже, с ночевкой тоже. Чтобы они почувствовали, как в походных, как в лагере жить, как костер разводить, как еду варить. И не современная еда, а что раньше было, что натуральное было. Сегодня реконструкция средневековых событий достаточно популярное направление, которым увлечены люди по всему миру. В Бийске эта тенденция тоже набирает обороты. Организаторы надеются, что после подобных мероприятий интерес к реконструкции возрастет, и ряды отважных рыцарей и прекрасных дам будут пополняться. Субтитры создавал DimaTorzok